По поводу санкций, Московская Мосбиржа попала под санкции, сделали на День независимости России до 12 июня 2024 года. Американцы подарочек такой подбросили, конечно, россиянам, просто шикарнейший. Так я по поводу чего? Я, конечно, как украинец, не намерен помогать Российской Федерации ни словом, ни делом, никак вообще. И желаю то, что желаю россиянам и Российской Федерации, а здесь озвучивать не могу. Дабы не быть забанены. Но по поводу сохранения денег, долларов и так далее, сейчас тут получается такая ситуация, что я как украинец заинтересован в том, чтобы деньги граждан Российской Федерации не попадали в руки российского государства. В лапы, в когти. И я не знаю, сейчас чем это обернется, я не представляю. Говорят, там уже 200 курсов. Это не принципиально, он может даже и падать в какие-то моменты. Там сейчас такая, тут в общем-то волатильность, вот что будет хуже всего. Ну ладно, я такой экономист, я просто сейчас что хочу. Я увидел просто видеоролик по поводу того, чудак говорит, что я уже столько дефолтов пережил, вот надо сберегать там в этой самой, в криптовалюте. В криптовалюте, в этом самом, в наличке. Ну по поводу налички я согласен, да. Есть возможность покупать только наличную, а не в банковских счетах, россияне. Но крипта, ребятки, у человека явно какая-то заинтересованность, потому как, ну вы вспомните там все эти электронные деньги, вебмани, потом бах, и то как бы, а вот не обслуживаем мы в вашей стране. Или еще что-нибудь, что вам помешает, что помешает Российской Федерации сейчас закрыть просто весь интернет. То есть, серьезно, если вы собираетесь как-то, конечно, эти доллары будут обесцениваться там со скоростью 2-3% в год, да, со скоростью естественной инфляции в Америке. Но это, ну я не вижу, что вы даже если в золото это вкладывать будете, закапывать у себя на огороде, вы не получите такой, такой потери. Потому что золота потом не сбудешь. Понятно, вы можете сказать, что евро там еще можно брать как альтернативу. Но тут я, кстати, даже бог его знает. То есть, как бы наиболее надежная по срокам, то есть, евровалюта, она просто не так долго существует. Но я не про то даже хотел сказать. Криптовалюта, народ, ну это, по-моему, вас просто развести хотят по этому поводу, потому что вы не сможете, криптовалюта не настолько волатильна. Ну, Россия может оказаться в ситуации, когда там интернет будет забанен вообще просто, как в Северной Корее. Вам сильно нужна будет ваша криптовалюта в Северной Корее? Ну, о чем вы? То есть, к сожалению, наличка, вакуумная упаковка и куда-нибудь в огородик. Я в восторге от того, что это сделал один человек со всей Российской Федерации. Это просто какой-то гений, злой гений Российской Федерации. Пляшевый гномик. С буквой Н посередине. Или нету? Буквой Н. Ну, в общем, вы поняли о коме. Так что, ребята, ну, старайтесь. Я же говорю, я на самом деле хочу, чтобы... Ничем не собираюсь вам помогать. Но, учитывая то, что он отберет от вас, он использует потом для войны с Украиной. Для того, чтобы здесь у нас... То есть, я вот абсолютно искренне, без всяких подколов и без двойного дна говорю, что граждане Российской Федерации, которые хоть как-то хотят сохранить свои деньги, наименьшее какое-то, чтобы убыль была, там, 2-3% в год. Ничего лучшего, чем просто закатать это все в наличку и куда-то в огород. Никакие фунтовые рынки, никакие криптовалюты. Боже мой, ну, что вы, дети, что ли, блин? Ну, мне 50, ну, понятно, да, если люди там помоложе, они явно не представляют все, что такое Павловская реформа, что такое динаминация, там, допустим. Ну, отрежем нолик немножко в денежке и все. И все будут рады и счастливы. Новые. Так что, понятно, не слушайте никого, послушайтесь, ну, своего просто порассуждайте. Вот, криптовалюта будет работать или любые, там, биржи, или любые, там, еще что-то будут работать ровно до тех пор, пока вас просто не скажут в один день, что это все отменяется. Может ваше государство так сказать? Ну, 100% может. То есть, и не надо говорить, что так, то же самое сделать может и Америка. Америка, да, это, допустим, она, там, сейчас миром, мир по ее правилам танцует. Вот, она создала такую денежную систему, что у нас все завязано на доллар. Это ее правила игры. Ну, как бы, хотите в это играть, подчиняйтесь этим правилам. Ну, как в хоккей бы вы пришли, а вы говорите, нет, я хочу, я хочу бить, я вот по челдану бить вратарям, понимаете. Ну, ты, может, и хочешь, и даже имеешь на это право, но там где-то за бортом, да, за коробочку вышел, и там уже играю во что-то, ходишь с такими же утырками, как и ты. Ну, пока я не вижу. Доллар, сколько он, он дешевеет, да, там он за 100 лет, я не знаю, огромное количество там процентов потерял. Ну, это, ох, нифига не сравнить с тем, сколько потерял. Советский рубль обеспеченный, стоимость советского рубля обеспечена, и облигации государственного займа обеспечены, и все у нас все обеспечено. Ребята, ну, в общем, пока я не вижу, где лучше можно. Я за Евросоюз не так уверен, допустим, как за Соединенные Штаты Америки. Именно в финансовом смысле, в экономическом, Америка растет на подъеме, все там в каком-то... В Китай начинают загибаться обратно, их к своим полотенцам. И Китай же попал под эти санкции вчерашние, понимаете, это как бы... Ну, за то, что поддерживает. Вот, понимаете, Китай как раз вот в этой хоккейной команде, Китай поддержал вот этого утырка, который битый начал на хоккейном поле, блин, нафиг, орудовать вместо клюшки. Да, знаете, вот Россия повела себя так. Она взяла, там, выбрала себе наиболее слабого игрока на этой хоккейной площадке и начала его битой по башке, ну, Украину, да, лупить. И, в принципе, может быть, и добила бы, если бы Америка не начала помогать нам вооружением, там, Запад, другие игроки не начали помогать вооружением. И сейчас всей толпой выпихивает этого неадеквата, сбитая в руках, здоровяка. Самая огромная страна в мире, блин, по территории. Вот его сейчас за коробочку эту выталкивают. А Китай поплатил за то, что он начал, типа, заступаться за этого, блин, неадеквата. И сейчас тоже какие-то там банки, какие-то личности из этого Китая платежами. А я бы на месте Китая особо не выпендривался, потому что Китай 50 лет назад это махровое полотенце и термоса, блин, пацаны. Это же не кино, блин. Вы говорите, Америка там 250 лет от роду. Но Китай, блин, 50 лет назад с голоду дох. Люди дохли. И если сейчас перекрытие канала сбыта своей продукции, что она африканцам будет продавать свое невероятно великолепное оборудование, гаджеты и все остальное. За бусы, за козьи какашки из Африки. Так что, вот, как бы, Китай показывает его место просто, блин, еще без всяких вооруженных сил. Просто вот так вот обрезая банками, показывает, что, ребята, у вас там сейчас не только Эвагранда грабанется, а, блин, жрать друг друга начнете, как, блин, в голодомор у нас тут в Украине, да? Советская власть за нас побеспокоилась. В общем, начало что-то с одного, закончил другим. В общем, хотите, россияне, не желаю вам ничего хорошего, но все-таки действительно, объективно, будучи заинтересован в том, чтобы вы свои деньги государству не отдавали. Постарайтесь это экономить, собирать там куда-то в наличку. И никакие криптовалюты, какие банки, какие биржи. Сэбэда Украина. Сэбэда Украина. Продолжение следует...